Добрый день! Мы находимся на острове Мадуя, и вчера проходит середний вебинар, на котором мы честно-таки спрашивали связи французской философии с господством. Огромная цена, собственно, поэтому я здесь, наверное, только от открытия с господством, допустим, сделала на вебинаре, пока некоторые моменты раскрою. Еще в 2013 году была отблюзована моя статья древнегреческие и древнегреческие свидетельства об Линдии, которые касались как раз тех вопросов, которые мы им задавали, то есть каким образом информация о восточной жизни в целом и о восточной частности попадала на запад в античное время. Один из очень интересных примеров – это слинки, как и первые науки, на самом деле это все из химиков, очень известные философы. Так вот, один из химиков реально учился у индийского мудреца, но, видимо, в силу разницы менталитетов, он его так понял, что действительно для людей Европы, прежде всего древних групп, получили, что эта философия немного диховатая, и само даже социальное поведение, оно не вписывало в какие-то привычные законы философии. Поэтому, в целом, эта философия как бы не привелась, но тем не менее претендент остался. А уж со временем Александра Михайловна, что я как-то доставлю на активные связи, собственно, вывозили из Индии не только продавцов, но и мудрецов, и, соответственно, дать все последствия быстро развиваться. Среди источников исследований, правильно я буду сказать, я бы, прежде всего, рекомендовала на схему Востока-Запада, смотреть работу Зильбермана. Очень малоизвестный философ российского происхождения, политический широк известенства, когда уже эмегрировал в США, как у нас зачастую бывает, он как раз рассматривал связи между западной и восточной философией, причем не только для эмегритической, даже не столько, в том же философии нового времени. Я очень часто привожу из него примеры таким образом там, на самом деле, королели происходили от расследования в цитархах, в портилянских предметах, и в диалогах с ним будет не только начислено о помещениях, и там прослеживаются очень все-таки королели буквально по ступеньке, и так далее. Поэтому, если вы способны к книге Зильбермана, она написана очень профессионально, поэтому, пометивная пора, там, для обычной, это достаточно тяжелый, и это, наверное, одно из самых интересных фильмов. Что касается самых последних лет премьеров, она передавала на книге «Silence», в том числе он даже переведен на русский. В 18-м веке в Естонии уничтожали катодики, чтобы восстановить чистоту буддийской религии. Тем более, если такая буддийская религия, которая везет на ненасилие, это может показаться много странам. Но совсем другое дело – государственная религия, ну или церковлённое государство. То есть, когда религия государства спаивается в одной цели, у них эти премьи заваливаются за годы. Соответственно, начинает она активно работать по правилам. И поскольку катодики были религиозными, их активно истребляли. Очень интересно, что этот фильм показали на модели 95-80% населения катодиков. Собственно, хотели ли поселить религиозно-национально не очень большой вопрос, но действительно очень полимитный сюжет, и очень здорово и полезное население, вездувление, поскольку эта история мало известна здесь, и японцев, надо сказать, не так много. Поэтому вот такой вклад, ненавидимый немного, диалог по стопу уже, когда произошел буквально на днях, тем не менее, эту сцену можно изучать очень долго, и я назвала всего несколько третий звонков, но на самом деле она сейчас даже очень модно и популярная, поэтому, в принципе, литература модно и тоже достаточно много. Ну, я тоже продолжила немного носить свой ферн. И анонсерий и следующий вебинар, как всегда, повторный, он делится только в Вилькерах в Москве, у меня это только секс на модели, и вы опять-таки можете задать свои вопросы, и я постараюсь на интернете. Может быть, даже более разговорный, как можно сказать, в видео, где я делаю скорее такой трактой вебинар для секс, и все остальные, поэтому, если вопросов не много, я прилегаю вебинар для секс, и все остальные. Ну, спасибо за внимание, и, думаю, в следующий день.